Может закрепить на какой-нибудь дощечке? А что если... Нет, а что если сделать две трубки и вставить туда по линзе? В далёком прошлом звездочёты, чтобы наблюдать за небесными телами, забирались в высокие башни, часами вглядываясь в ночное Марьево. И если тогда главным инструментом исследователей были глаза, сейчас это телескоп. Один из самых больших в мире находится в Крыму, в астрофизической обсерватории. Очень разные типы звёзд. Кроме того, на нём изучают активный ядрогалактик, то есть далёкие объекты. Диаметр главного зеркала почти 3 метра, а длина башни — 10. Именем телескоп обязан первому директору обсерватории, академику Григорию Шайну. Строили его в 50-е годы, а уже в 1961-м начались первые наблюдения. И хотя оборудованию 60 лет, всё оно работает. Проводится сейчас модернизация телескопа, и всё управление будет переводиться на компьютер. Например, управление куполом, синхронизация, она уже полностью компьютеризирована. Через какое-то время вот эта стойка будет увезена к нам в музей, и здесь надо будет стоять просто компьютер. Оборудование меняют, но ничего не выбрасывают. Применение можно найти к каждой детали. Ещё пять лет назад это зеркало находилось на телескопе. С его помощью учёные наблюдали за небесными телами нашей галактики. Теперь же в него может взглянуть каждый, чтобы почувствовать себя звездой. Крымские астрономы наблюдают не только за звёздами и планетами. В обсерватории 15 телескопов, 1 гамма, 4 солнечных и 10 звёздных. Небесные тела и галактики отыскать намного легче. В нашей — около 200 миллиардов звёзд. Есть такое направление, которое называется «Поиск экзопланет». Это популярная сейчас тематика, то есть учёные, в отличие от фантастики, совершенно серьёзно ищут планеты, на которых возможно существование жизни. И вот в нашей галактике, можно сказать, в ближнем космосе открыто уже, это число постоянно растёт, но там 3-3,5 тысячи таких планет. Постоянная шумиха вокруг конца света будоражит воображение тысячи людей. Древние майя, ванга, экстрасенсы и теоретики неоднократно предсказывали Армагеддон. Вот только с датой так и не определились. То ли это 2012 год, который мы успешно пережили, то ли 2020. Существует ли такая угроза? Да, она существует в определённой мере. Но эти явления настолько редкие, я не знаю, как сказать, их нельзя исключить, но они там, это какие-то маловероятные, да, это сотни тысяч процентов. Конечно, всё это только предположения, больше похожие на фантастику. Словно фильм с Брюсом Уиллисом. В любом случае, если верить учёным, в ближайшее время нашей планете ничего не угрожает. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова